Тонкими и аккуратными мазками красок по холсту одесская художница Злата Шишман создала собственную мозаику земного шара. На выставке картин представлены пейзажи, портреты, натюрморты и даже иконописные композиции. Как рассказала художница, совсем не важно в каком жанре живописи создана картина. Важно, что она нарисована с любовью. Это есть как бы вот это слово мозаика моего внутреннего мира. То, что меня окружает, то, что меня максимально волнует. И эти все работы объединяют то, что каждую из них я написала с любовью к тому сюжету, который я видела. То есть на максимально эмоциональном подъеме написана каждая из картин, которые здесь представлены. Побывать с этюдником в разных городах и странах, увидеть красоту в деталях и запечатлеть теплые воспоминания на холсте. Именно так создаются картины Золотой Шишман. Кроме того, картины одесской художницы находятся в частных коллекциях не только в Украине, но и в США, Великобритании, Болгарии, Литве, Испании и Польше. Впрочем, лучшая картина из лучших она собрала на выставке в Одессе. Здесь большинство работ – это пейзажи с различных уголков нашей земли. Там, где я побывала, где я путешествовала. Следующая часть – это серия работ композиций молитвы, в которых я затрагиваю темы, которые меня волнуют, еще начиная с детства. Третья часть выставки составляющая – это портреты близких мне людей. И также есть натюрморты. Натюрморты преимущественно с цветами. Кроме того, художница делится своим секретом. Лучше всего создавать картину в процессе. Даже портреты требуют действия, чтобы мастер смог увидеть эмоции под разными углами. Это моя младшая сестричка Пороскева. Я, как говорила, очень люблю писать людей, которые мне дороги, близки. То есть я максимально могу прочувствовать их внутренний мир, передать. И в картинах, в каждой картине должно быть зерно любви. То есть если я пишу портрет, это обязательно тот человек, которого я люблю. Любит ли она вам позировать? Или все-таки случайный момент? Позировать, ну, все действия, о которых я пишу, я, скажем, не заставляю их прямо сидеть, там, не двигаться. Часто я люблю, наоборот, в процессе какой-то работы изображать. Выставка «Мозаика земного шара» – это первый шаг к возрождению Одесской школы живописи. Злата Шишман уверена, наши земляки очень творческие и креативные люди. Главное – помочь им осознать и познать свой талант. Это выставка, это часть проекта по возрождению Одесской школы живописи. Следующий шаг – планируется провести пленэр имени Кириака Кастанди. То есть Одесса – это всегда была очень сильная школа, это солнечная живопись. Она была известна далеко за пределами Одессы и нашей страны. И сейчас почему-то немножко здесь есть мастера, здесь продолжает развиваться эта школа. Но почему-то как-то угасает какая-то ее значимость. Насладиться выставкой возможно до 10 августа в зале Всеукраинского центра болгарской культуры переулок вице-адмирала Жукова, 9.